И так мало кто сомневался. На всех международных аэрокосмических салонах последнего десятилетия сухой не просто ожидаемый, а обязательный участник. Своеобразный эталон лётного совершенства. Широкую публику мало волнует, какими новыми образцами пополнился арсенал вооружения Су-27, какую электронику применили на очередной модификации. Публика ждёт зрелище, и она его получает. Пилотаж на 27-м неразрывно связан с именем Виктора Пугачёва. Именно он открыл для авиации такие фигуры воздушной акробатики, о которых десяток лет тому назад любой здравомыслящий человек сказал бы только одно – этого не может быть никогда. Лётчик Пугачёв и самолёт Су-27 буквально созданы друг для друга. Как ни банально это звучит, но точнее не скажешь. Говорят, что пилотов, равных по классу, в мире наберётся не больше пяти, что только трое в состоянии повторить то, что делает в воздухе Пугачёв. Наверное, это так. Но интересно и другое. Раскрылся бы он, как пилотажник, на каком-то ином самолёте? Скорее всего, нет. Пугачёву был нужен Су-27, и только он. В эту машину он верит как в себя. Хочется сказать, что истребитель отвечает ему тем же. Но тут уже пахнет мистикой. Самолёт — совершенное изделие и ничего больше. Он отвечает на движение рулей, на перемены в силе тяги, на воздействие воздушной среды, то есть на явление подвластной расчёту. Расчёт лежит и в основе каждой фигуры высшего пилотажа. Прежде чем фигуру выполнит конкретный лётчик на реальном аппарате, она рождается на кончике пера. Тот нет исключений, да и быть не может. Кстати, Су-27-й хоть и задумывался, как манёвренный самолёт, на карьеру воздушного акробата вначале вовсе не претендовал. О его скрытых возможностях до поры не догадывались ни конструкторы, ни испытатели. Истребитель уже выпускался серийно. Его успешно освоили строевые лётчики, когда вдруг из военных частей в АКБ имени Сухого стали поступать странные сообщения. В них говорилось, что самолёт, который по инструкции запрещалось сваливать в штопор, всё-таки иногда в него попадает. Но потом сам, без вмешательства лётчика, из штопора выходит. Загадочным явлением занялись вплотную. Постепенно выяснилось, что самолёту не страшен не только штопор. Его можно на короткое время поставить даже на ПАПА, плашмяк потоку, а затем вернуть в горизонтальный полёт. В этом суть фигуры Кобра, впервые выполненной Виктором Пугачёвым. Справедливость требует заметить, что звёздный час Пугачёва наступил далеко не сам собою. Первые динамические выходы на сверхбольшие углы атаки выполнил ещё в 1987 году заслуженный лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института имени Громова, лётчик-космонавт, герой Советского Союза Игорь Волк. В 1989 году к программе подключился его коллега-испытатель Леонид Лобас. Вдвоём они исследовали более 600 режимов. Выходили на большие углы атаки на разных высотах, с разной скоростью, с набором высоты и снижением, на виражах с креном. Максимальное значение угла атаки, которого удалось достичь испытателям, 95 градусов. Пугачёв сумел отклонить голову кобры ещё больше, на 110 градусов. Потому она и стала называться Пугачёвской.